Всем привет-привет! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Ну что ж, сегодня долгожданное видео, которое я сама безумно долго ждала, потому что видео у меня не было выходить достаточно долгое время, потому что было очень много работы, Новый год, Рождество, праздники, потом снова опять работа, и все это вот так вот в кучу, и на самом деле я даже не поняла, что прошел Новый год, не почувствовала, не отдохнула, и поэтому снова в бой, как только появляется в свободное время, сразу постараюсь вам записывать какие-то видео. Будет долгожданное видео сегодня по поводу моих любимых бюджетов в продуктах за весь 2016 год. На самом деле, может быть, их будет не так много, но это будут именно те продукты, которые действительно очень крутые, и которые must-have абсолютно для всех и для каждого, они всем подходят, всем нравятся, и вы ни в коем случае не пожалеете, если их приобретете, поэтому, если вам интересно, поехали! Итак, первый продукт, это будет вот такой вот дневной увлажняющий крем от чистой линии, я его использую в качестве именно как базы, как подготовки кожи к нанесению тонального крема. Чем мне очень нравится? Он очень круто выравнивает рельеф кожи, то есть, если есть какие-то расширенные поры и еще что-то, я не люблю использовать силиконовые базы, я люблю использовать такие увлажняющие продукты, которые хорошо сглаживают эти моменты и подготавливают кожу к дальнейшему нанесению продуктов. Дает легкое увлажнение, не сказать, конечно, что напитает 100% вашу кожу, но слегка увлажнит и, в принципе, сглаживает какие-то, если есть какие-то неровности, шероховатости. Продукт очень хороший, за свои деньги, всем всегда советую, есть абсолютно в любом магазине, в чем его плюс, то есть, вы можете его купить в любом продуктовом магазине, где есть отдел бытовой химии, косметики, там всегда есть чистая линия, и вот эти крема действительно очень неплохие за свои деньги. Дальше, сияющие базы, вот такие от Revlon, я вам их показывала, очень их люблю, на самом деле, они у меня появились в конце 15-го, но начала активно их пробовать уже в 16-м году, поэтому показываю вам в этом видео. У меня оттенок 200, оттенок 100, раньше я использовала практически всегда только 100, сейчас начала их смешивать, и мне безумно нравится этот эффект многогранности, такой очень интересный блик получается, сквозь тональный крем он все равно проявляется, очень красиво, но осторожно в плане с тем, что не нужно его наносить на все лицо, потому что он слегка подсушивает, очень похож на Бекку, поэтому, если вы узнаете Бекку, она немножко суховата, вот эти примерно такой же текстуры, консистенции, и могут подсушить кожу, то есть, если кожа у вас сухая, то предварительно ее нужно хорошо увлажнить, и только потом нанести вот это средство. Далее, тональные крема. По поводу тонального крема, я вам сегодня не покажу в этом видео никакого своего любимца, но у меня он один, единственный, это люминесиси крем, я вам показывала его в предыдущем видео, он у меня, наверное, с 14 года, я его очень долго люблю, но так как я давно им пользуюсь, я не стала показывать его в этом видео, что именно за 16 год, он просто мой любимец на протяжении долгого времени, какой-то новый продукт я пока для себя не нашла из бюджетных марок, поэтому буду пробовать в новом, может быть, что-нибудь мне понравится, я вам об этом больше расскажу. Дальше перейдем к консилерам. Консилеры меня очень порадовали в этом году, их спробовала большое количество, практически все хорошие, поэтому выделила вам два самых классных, сегодня я вам покажу. Итак, вот такие вот консилеры от Seventeen, называются Ideal Cover, оттеночек 0506, безумно классные за свои деньги, потому что хорошая перекрывающая способность, практически не подсушивает кожу. Есть большая, хорошая, широкая линейка оттенков, то есть можем найти абсолютно под белоснежку, под смугленькую девочку, под любую найдем оттенок. Хорошо перекрывает, не скатывается, главное накладывайте тонким слоем, будет вам счастье. Действительно хорошие продукты за свои деньги, я знаю, в золотом яблоке часто бывают скидки по 221 рублей стоят, я беру просто сразу, вот сколько вижу, столько я беру, потому что когда у меня проходит курс макияж для себя, и мы ищем что-то из бюджетного, недорогое, хорошее, я стараюсь быть в курсе тенденции вообще, что на рынке происходит, поэтому всегда в поисках новых классных продуктов пишите в комментариях, какие консилеры вам еще нравятся. Ну а я показываю вам следующего любимчика, это вот такой вот карандашик от Max Factor, называется он Master Touch. В чем его классная штучка? В том, что, во-первых, вот такая удобная упаковка, то есть вы прям выдавливаете, тут же наносите, прям пальчиками выбываете, все распределяете, все очень круто смотрится. Дальше, он очень жидкий, то есть, если Севентин, он немного такой суховатой консистенции, что ли, но при этом не сушит практически кожу, то вот этот вообще прям такой легкий увлажняющий флюид, оно при этом неплохо перекрывает, конечно, какие-то очевидные синячки, воспаления он не скроет на все 100%, он лишь освежит вот эту зону под глазками, в принципе, то, что нам и требуется на каждый день. Девочки, я не советую пользоваться тяжелыми текстурами, пользоваться максимально легкими, чтобы ничего не забивалось, поэтому вот такие продукты, которые легкие, но при этом классно выравнивают тон, я обожаю, и вот этот продукт один из них. Также купила его на распродаже, и, в принципе, не знаю, сколько он стоит без скидки, я его покупала рублей за 150, наверное, за эти деньги ничего лучше нет, и консилер это один из тех продуктов, который у вас должен быть обязательно. Это наша просто палочка-выручалочка, поэтому пробуйте, если не понравится, в принципе, не так будет жалко денег, но я думаю, что должен подойти. Многие девочки, которые у меня учатся, пробовали, всем понравился, многие приобрели его. Следующий продукт, это будет продукты для бровей. На самом деле, в плане продуктов для бровей, я такой консерватор, и мне очень сложно попробовать что-то новое, потому что, если я нашла хороший продукт, то я буду и постоянно им пользоваться. Но что-то все-таки меня подтолкнуло, я решила попробовать что-то новенькое, и приобрела тинты для бровей. Вот такие вот тинты от фирмы Manly Pro. Я вам про них рассказывала. Обожаю их, вообще, огромной любовью люблю, и не представляю вообще, как я без них жила, и как буду без них жить. Но знаю, что эта марка пока от нас никуда не собирается, поэтому всем советую, значит, для блондиночек, для светлых девушек, или кто любит бровки помягче, очень хороший оттенок 0,5. Для тех, кто темненькая, смугленькая, любит бровки активнее, тогда оттеночек 0,3. Лично для себя, я стала любить мягкие брови, я использую сейчас оттенок 0,5, но мне он один-единственный, я его не смешиваю с темным, использую такой вот светлый. Мне нравится сейчас эффект очень таких легких, воздушных, пушистых бровок. Знаю, что многие привыкли к четким линиям, тогда для таких девушек я, конечно, использую оттеночек потемнее, но все-таки советую вам пересмотреть свое мнение по поводу бровей, и все-таки с активных темных бровок переходите на мягкие, светлые, легкие, потому что это нас освежает, молодит, сбавляет нам лишние гадки, грубо говоря, поэтому я советую вот такие продукты, они очень стойкие, они очень долго держатся. Я их протестировала, катаюсь на сноуборде, я ношу подшлемник, шлем, снимаю это вот так вот всегда резко, маска у меня здесь, я катаюсь с ними весь день, падаю в сугробах, катаюсь по лесу, то есть со мной ничего не происходит, точнее, с моими бровями я снимаю шлем, и брови на месте. У меня это самое главное, потому что раньше это была проблема, например, кандаши и тени, они точно всегда сползают. Вот эти штуки с вами будут долго, и они очень экономичные в плане расхода, потому что вот такая вот баночка, вы выдавливаете продукт, он не засыхает, вы выдавливаете очень малое количество продукта, потому что его нужно действительно очень мало, он не засыхает, поэтому он будет с вами долго, долго будет вам служить, и долго будет вас радовать. Попробуйте, обязательно вам эти продукты понравятся. Следующий продукт, это будет хайлайтер для лица. Какой же хайлайтер? Конечно же, мой любимый Artvisage, оттеночек 120, супер крутая штука, за свои деньги, стоит 100 рублей, вообще это тени для века, однушки, но именно 120 оттенок подходит как хайлайтер, у него очень красивое свечение, он очень похож на Mary Luminizer, очень красивый блеск дает, аккуратный, без перебора, без вот этого, который может дешевить. Красиво, универсально, стоит недорого, в принципе, найти действительно его тяжело, потому что сейчас многие их уже раскусили и покупают в больших количествах, поэтому увидите, берите, не сомневайтесь, в качестве хайлайтера супер вещь, правда. Далее поговорим немножко про макияж глаз. Итак, что же я хотела бы выделить в этом году, а это именно будет вот такие вот продукты от H&M, H&M косметика, который делает вот такие вот однушечки тени, у меня оттенок Чинь-Чинь, очень красивый, действительно, я его сравнивала в каком-то из видео с кремовыми тенями от Armani Ice to Kill, и вы знаете, правда, я с вами не поменяла, они очень похожи, Ice to Kill стоит 3,5 тысячи рублей, вот эта штучка стоит 450 рублей, но по передаче цвета, конечно, оттенки не один в один, но передача цвета, пигментация очень похожа, попробуйте вот эту текстуру, практически пигмент, очень ярко, очень красиво, использую часто в уголок глаза, красиво подсвечивает взгляд, ну и вообще тени, в принципе, у них неплохие, я не пробовала другие оттенки, но знаю, что они тоже хорошие, поэтому всем советую. Следующий продукт для глаз, это будет вот такая вот подводка от марки Maybelline, вообще от марки Maybelline я обожаю карандаши для глаз, подводки безумно люблю, у меня есть вот такая вот черная, также у меня в студии есть коричневая, я использую их в качестве подложки, я использую их в качестве, конечно же, для того, чтобы нарисовать стрелочки красивые, то есть это вообще такая универсальная вещь, которая очень красивая, недорогая, держится долго, мягкая, в чем ее плюс, то что она мягкая и пластичная, и у вас есть времени чуть побольше, чтобы, например, поправить стрелочку, чтобы растушевать, например, вот как подложечку, потому что, например, другие гели, подводки, в чем их минус, в том, что они засыхают буквально 3-5 секунд, все, она засохла, вы ее с места не сдвините, это засыхает дольше, поэтому имейте ввиду, когда будете делать макияж, что ей нужно какое-то время подсохнуть, с другой стороны, это плюс, потому что, как я уже говорила, вы можете поправить макияж. Далее, тушь, тушь одна единственная, конечно, это не в 16-м году я ее распробовала, распробовала раньше, но не могу не показать, может быть, кто-то еще не знает, это такие, я знаю, девушки такие и есть, которые еще не пробовали эту тушь, я считаю, что это преступление, потому что это действительно самая лучшая тушь от Vivienne Sobo Cabaret, точно такая же в золотой упаковке, разницы, абсолютно никакой не вижу, мне кажется, они одинаковые, я их очень сильно люблю, на самом деле, я думала, что все знают про этот продукт, но нет, поэтому говорю, девочки, это реально самая классная тушь, я не вижу смысла переплачивать за тушь, большие деньги платить по 2-2,5 тысячи рублей, потому что этот продукт засыхает, и, ну, как бы, месяц максимум вы им попользуетесь, потом придется покупать снова, а зачем, если есть вот такие классные штуки за 200 рублей, хватает, действительно, кстати, больше, чем на месяц, ну, и разделяет, удлиняет, добавляет объема, делает абсолютно все, палочка-выручалочка. Ну, и последний продукт, о котором я хотела бы вам рассказать, это моя помада, моя любимая помада, которая практически на каждом видео, вы мне всегда пишите, что у тебя на губах? На губах всегда она, это PS Silky Matte в оттенке 700, не представляю, как я без нее раньше жила, это такой оттенок, который практически попадает в ваш собственный цвет губ, и просто его немножко усиливает, и добавляет немного ярче пигмента, очень красиво, я куплю их еще обязательно снова, пока они закончились, к сожалению, в городе, жду, когда они появятся, как только появятся, возьму сразу несколько, стойкий продукт, он не сушит губы, при этом она не блестит, то есть не сказать, что она матовая прям на 100%, но она и не блестит, и держится долго, хорошо, оттенок, который идет абсолютно всем, то есть когда ко мне приходит девушка, и говорит, я хочу пить нюдовые губы, но не знаю, какой бежевый или розовый, я наношу эту помаду, все вопросы отпадают, все очень красиво, все смотрится дорого, и то есть получается такой прям, ну, красивый макияж, с красивым цветом губ, то есть нет нигде никакого перебора, очень классная штучка, всем советую, девочкам-бизажистам, я просто не представляю вообще, как теперь без нее обходиться, ну и конечно для себя, многим тоже она полюбилась, поэтому вот она. Ну что ж, вот я с вами поделилась своими любимыми продуктами из бюджетных марок за 2016 год, надеюсь, видео было для вас полезным, я знаю, что вы любите узнавать какие-то классные штучки из бюджетного сегмента, я на самом деле тоже очень люблю, поэтому если я что-то пропустила, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что было крутого с вами в 2016 году в плане косметики, мне будет безумно интересно, спасибо вам огромное за комментарии, вы меня безумно всегда радуете, мне очень приятно, я для вас очень стараюсь, давайте увидимся с вами в следующем видео, следующее мое видео будет посвящено любимчикам из люкса за 2016 год, и если вы не хотите пропустить это видео, обязательно подпишитесь на мой канал, и тогда вы точно не пропустите это видео, спасибо вам всем большое, ставьте лайки, пишите добрые комментарии, увидимся в следующих видео, всем пока-пока, спасибо большое, до новых встреч! Спасибо!